18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. В этой памяти заложено 27 миллионов наших человеческих жизней. Чтобы помнили, в Анапе дан старт мероприятием в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Осторожно, гололед. Синоптики предупреждают, а автоинспекторы напоминают, как вести себя на скользкой дороге. Стоять! Хорошо, в камне. Чтоб не лаял и не кусался. Как задобрить символ 2018 года, рассказывают специалисты. О противодействии нелегальной миграции говорили сегодня на Краевом совете безопасности под председательством губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев заслушал и доклад главы Анапы. Юрий Поляков отметил, налажено эффективное взаимодействие с прокуратурой, Федеральной службой безопасности и полицией. Реальную помощь оказывают общественники. 35 735 иностранных граждан и лиц без гражданства было поставлено на миграционный учет в Анапе в 2017 году. По большей части это трудовые мигранты, выходцы из Узбекистана и Таджикистана, а также граждане Украины и Армении. С 15 ноября прошлого года на курорте действует межведомственная группа по противодействию незаконной миграции. Реальный результат дает взаимодействие всех заинтересованных служб и привлечение к профилактической работе активистов. В 2017 году на территории Анапы было выявлено 910 нарушений миграционного законодательства. Анапским городским судом были приняты решения о выдворении 278 иностранных граждан. По фиктивной постановке иностранцев на учет выявлено 14 преступлений, 12 граждан Российской Федерации были осуждены. 278 иностранных граждан конкретно улетели к себе домой. Это было подконтрольно, это точно. Вы видите Анапу с той стороны, исходя из традиций в Анапе, которые были, и сегодня к этим традициям возвращаетесь. Анапа это курортный город, город свободный, понятно, для бизнеса, но только для того бизнеса, который соблюдает и действующее законодательство, ну и, конечно, миграционное, которое сегодня у нас уделяется для этого суждения. Ответ на все, там есть хозяин, там есть порядок. Спасибо, Юрий Федорович, вы так же держите, так же постепенно, поэтапно, вам там нелегко, это понятно, что как-то сегодня вернуться нужно к тому, к той Анапе, которой мы привыкли, без ларьковой где-то, красивой, с проспектой, без бульварами, которые там остались. Так, чтобы было комфортно отдыхать, на самом деле, всем, кто приезжает, не только из нашего края, но и со всей страны его. По завершению краевого совещания Юрий Поляков обратился к Анапской студии. Работу продолжать в том же ключе, о ее результатах докладывать главе еженедельно. Новый земельный участок под детский сад, помещение для объектов социальной сферы, строительство тренировочных площадок к чемпионату мира 2018. Эти и другие актуальные вопросы сегодня обсуждались на общегородском планерном совещании, которое провел глава Анапы Юрий Поляков. По поручению главы города в Анапе проводится инвентаризация земельных участков с целью поиска пятен застройки под социальные объекты. Заместитель главы Анжела Студеникина доложила, в микрорайоне Алексеевский по улице Станичная выявлен стоящий на кадастровом учете земельный участок площадью 6000 квадратных метров. Вся информация о нем будет передана в Управление образования и капитального строительства. Юрий Поляков акцентирует, к оформлению документации приступить без промедлений. Надо проектировать экспертизу, надо заниматься и столбить, столбить эти участки, садики и школы. Это перспектива, и этим надо было заниматься вчера, этим надо заниматься сегодня, этим надо будет заниматься и завтра, поэтому это вопрос номер один. Решается еще один важный вопрос. Ряд объектов социальной сферы получит новое помещение. Многие анапские застройщики откликнулись на обращение администрации и готовы передать квадратные метры городу. Уже подписано соглашение в отношении восьми помещений. Еще четыре застройщика выразили намерение передать помещение муниципалитету, когда их объекты будут достроены. В них расположится отделение почты, опорные пункты полиции, ФАПы. Обсудили на планерке и ход строительных работ тренировочных площадок к чемпионату мира 2018. В станице Анапска ведутся работы на крыше, завезены трубы для котельной. Установка планируется на этой неделе. На объекте в селе Витязево идет монтаж вентиляции. Все работы проводятся в рамках графика. В Анапе, как и во всем Краснодарском крае, дан старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он проходит под девизом «Овеяна слава и родная Кубань». Торжественная церемония открытия прошла в сквере боевой славы у Вечного огня. В ней приняли участие больше сотни анапчан. В этом году Кубань празднует знаменательную дату. 75 лет назад Краснодарский край был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для нашей страны. Никогда не забудутся немеркнущие подвиги советских людей, совершенные на фронте и в тылу, в борьбе за честь и свободу, независимость нашей Родины. И в первую очередь об этом важно помнить молодому поколению. Это значимая веха в истории Кубани. И самое главное у нас есть молодежь старшего возраста, которая должна и воспитывать младших ребят в духе преданности, патриотизма к нашей Родине. Уважение к героям, тем, которые не щадя своей жизни защищали наше Отечество. Те, кто отдал жизнь за нашу Родину. Помните о них всегда. Вы, преемники славы своих отцов и дедов. Сколько бы времени ни прошло, мы не должны забывать тех леких военных лет, которые пережили наши ветераны. И сегодня, начиная этот месячник военно-патриотического воспитания молодежи, а мы хотели бы обратиться именно к молодежи. Именно они должны принять эстафету от наших ветеранов и нести дальше, чтобы никто и никогда не смог забыть те страшные годы. В митинге приняли участие представители администрации, Совета ветеранов, общественных объединений, казачества, молодой гвардии, а также воспитанники военно-патриотических клубов, студенты, школьники, жители и гости города воинской славы. Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Без патриотизма немыслимо возрождение страны, ее дальнейшее развитие и движение вперед. Для этой цели и проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В период с 23 января по 23 февраля в Анапе пройдет ряд значимых мероприятий, которые объединят более 36 тысяч человек. Пройдет много интересных мероприятий, одной из которых это будет акция по следам войны. Это посещение школ, сельских округов с молодежью, с ребятами, взрослыми ребятами, где будет рассказываться о поисковой деятельности, о событиях Великой Отечественной войны. Так как сегодня у нас уже начинаются праздничные мероприятия к 75-летию освобождения Краснодарского края немецких фашистских захватчиков. Также у нас пройдут военно-технические, военно-спортивные игры. Те мероприятия, которые мы организовываем, они будут и на базах школ, на базах студенческих учебных заведений. И что самое главное, что самое нужное, это мероприятия и работа с рабочей молодежью. Те ребята, которые уже выпустились из учебных заведений, работают на предприятиях. И вот основная задача – завлечь их и привлечь к вот этой вот социальной работе. В завершение митинга к мемориалу «Вечный огонь», а также к памятным знаком воинам, погибшим в Афганистане и Чеченской республике, возложили венки и цветы. Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапские автомобилисты отметили старт патриотического месячника традиционным автопробегом. Организаторы, как всегда, местное отделение ДСАА в России. Колонна автомобиля проследовала по центральным улицам Анапы. В акции приняли участие сотрудники ДСАА, ветераны и студенты. Участники автопробега проехали по местам боевой славы, возложили цветы, венки к памятникам и мемориалам погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Месячник военно-патриотической работы, он именно призван к тому, чтобы мы подготовили молодежь к достойной смене, чтобы наши ребята смогли участвовать и в мероприятиях, и в спортивных, и в военной подготовке. Казаки подготовятся в казачьих военных делах. Поэтому месячник имеет определенную роль, не даже не определенную, а громадную роль подготовки будущих воинов. В этой памяти заложено 27 миллионов наших человеческих жизней. И, наверное, нам будет просто стыдно, если мы забудем об этом. В Анапе продолжается подготовка к выборам президента России, которые пройдут 18 марта. Специальная комиссия проверяет избирательные участки. Всего на предстоящих выборах в Анапе их будет 75. Для повышения безопасности при проведении голосования все участки оборудуют специальными металлодетекторами. А помимо наблюдателей будут дежурить сотрудники полиции. Анапа всегда показывает высокую явку на выборах. В предстоящем голосовании принять участие особенно важно, считают представители территориального общественного самоуправления. То, как будет дальше развиваться Анапа, напрямую зависит от курса, взятого центральной властью. Именно поэтому важно прийти на выборы и проголосовать. На выборы надо ходить потому, чтобы не оставаться безучастным к судьбе своей страны, к судьбе своего города, к судьбе своего родного края. Наша Анапа – красивый курортный город с развитой курортной системой. Нужно сделать нашу Анапу еще лучше, еще краше. Поэтому я призываю всех анапчан не остаться безучастными, всем прийти на выборы в марте месяце, чтобы наш город процветал и дальше, вместе с нашим городом и край, и Россия. В Анапе синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег. Температура воздуха резко понизится, в связи с чем на дорогах может образоваться гололед. Отдел ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, а менее опытным водителям и вовсе воздержаться от поездок на личных авто. Важно соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия. Избегать резких маневров и торможений. Обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Стоит быть предельно внимательными и пешеходам, переходить проезжую часть допустимо только в установленных местах. 2018 год по китайскому календарю – год желтой собаки. Это символ мира и благоденствия, а также верности и трудолюбия. У каждого пса, как и человека, свой характер и привычки. Однако, чтобы полностью понять четвероногого друга, необходимо терпение. О том, как найти общий язык с символом Нового года, нам рассказали анапские кинологи. В анапской кинологической службе 10 собак. И у каждой свой характер. Эта ищейка – русский спаниель по кличке Хан. Настоящий профессионал. Один из лучших в своем деле. Вне работы он активный, своенравный и жизнерадостный пес. Всегда знает, как поднять настроение своему хозяину. Хорошо, молодец. Стоять! Хорошо, тканье! В отличие от Хана, лабрадор Семен Семенович более терпелив и внимателен. Иногда может показаться строгим, но в глазах пса читается любовь и добродушие. Лабрадоры – лучшие поводыри, никогда не обидят ребенка. На службе беспристрастны и очень исполнительны. Для анапских кинологов именно Сема станет настоящим символом Нового года. Ведь 2018 год – желтой собаки. Он такой же самый, как человек к нему относится. Потому что он так же самым мыслит. У него своя психика, свои нравы. Где-то приходится в чем-то считаться с ним. Где-то потому что свой интеллект. Он член твоей семьи становится все равно, потому что все командировки, пацаны все вместе. Он тебя понимает, когда у тебя настроение плохое, кто-то пришел, он тебя веселит. Ты смотришь, а если у тебя настроение уныло, ты пытаешься ему его поднять. Специалисты отмечают, неважно какой породы собака. Любой четвероногий питомец нуждается в ласке и внимании. И это тот самый случай, когда все возвращается старицей. А еще говорят, того, кто приютит бездомного пса в новом году, ждет счастья и благополучия. И, конечно, самая бескорыстная и преданная любовь. Ведь собака – лучший друг человека. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски и новости вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.